Два часа дня. Луганск. Время московское. Луганск, Россия. Я буду об этом говорить громко. И я рад видеть в нашей студии Владимир Данилович Исаев, доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философии, института философии. Вот скажу так, моего любимого Далевского вуза. Это Альма-Матер. Я когда бываю, и, слава богу, там тоже побывал, вот мы работали над фильмом. И это для меня дом родной, потому что, ну, честно вам скажу, ну, там каждый поворот знаком, и от библиотеки до первый, второй, третий корпус. И очень важно, что сейчас выделяют наш вуз. На мой взгляд, та награда, которая у вас, это награда вашей кафедры и нашего дорогого вуза. О чем идет речь? Приказом Министерства науки высшего образования Российской Федерации за значительные заслуги в сфере образования и добросовестный труд, вы награждены медалью за безупречный труд и отличие. Еще раз подчеркиваю, во-первых, вас поздравляем. Спасибо. И поздравляем наш вуз, что вы есть в нашем вузе. Спасибо. Ну, всякая награда, это, конечно, приятно, что лукавить. И вы совершенно верно говорите, что когда руководитель какого-то коллектива получает награду, естественно, что это заслуга той атмосферы, которую создает коллектив. А для нас самая важная атмосфера – это творчество и поиски истины, и эту истину добывать. Помните, у Маяковского поэзия «Та же добыча радио» тысячи тонн словесной роды перелопатишь, пока не будет найдено единое слово «радио». Точно так же, может быть, еще в большей мере это об истине. Потому что звание философа требует, чтобы человек, по крайней мере, близко к реальности говорил истинные слова. Конечно, нам далеко до великой истины, но все-таки это главная профессия философа – размышлять и добывать истину. Я думаю, что эта награда и есть плод коллективных усилий и нашей кафедры, и нашего института философии, и нашего университета, и всех, кто в нем трудится под руководством нашего любимого ректора Рябича, профессора. Но это совпало с более другим, более важным событием. Давайте о важном событии поговорим. Во-первых, референдум и тот момент, когда мы все вместе, многие взрослые радовались, как дети. Когда подписывали договор, когда Владимир Владимирович выступал в георгийском зале, вы смотрели по телевизору, где вы находились в этот момент с семьей? Просто интересно. Это мой традиционный вопрос, сейчас я всем задаю. Просто я такой, картина. Кто где слушал Владимира Владимировича? Кто где находился? Как это было? У нас мы проголосовали. А потом, мы были вообще уверены в этом, но тем не менее, все равно, когда были объявлены итоги, это первая волна радости. Когда Дума утвердила, это еще больше радость. И, наконец, последний Совет Федерации уже окончательно поставил точку. Конечно, это большая радость. И художники слова, классики, всегда очень точно выражают, создают формулу, которая очень точно выражает то или иное настроение, то или иное время. Так вот, мне вспомнилось сразу слова Николая Васильевича Гоголя. И в одной из статей, отвечая на критику, официальную критику мертвых душ, он написал, что литература, имея в виду, у нас литература с большой буквы, должна, и он мечтает об этом, должна поставить русского лицом к России. Ух ты! Русского к лицом России. И вот мне думается, что сегодня не литература, а история, жизненные обстоятельства поставили русского лицом к России. Под русским мы понимаем всех, кто приветствует православие, приветствует русский мир, живет в русском мире и так далее, и так далее. А Россия – это та великая страна, частью которой мы стали. И здесь я бы хотел отметить, поделиться такими соображениями по этому поводу, вот, в связи с этим событием. Это, конечно, грандиозное событие. Не хочется поговорить привычные слова, историческое, и тем не менее, это так. Это событие, равное таким векам в истории не просто Луганской или Луганской народной республики, это в истории, такое событие в истории человечества. Потому что это дало возможность впервые за многие годы реализовать ту часть устава ООН, которая все время замалчилась. право нации на самоопределение. на самоопределение. И в этой связи, вот, размышляя об этом, я думаю, что это событие не только политическое, конечно, это, но это событие многослойное. И мы не во все слои по-настоящему еще погрузились. Надо стать лицом к России и посмотреть. Это событие духовное, потому что основой формирования России, истории России, побед русского народа в основе лежит православие. И мы сегодня, так сказать, отошли от тех попыток исказить православие, которые были на Украине, или, я бы сказал так, на грешной земле, благодаря руководству нынешней Украины, на грешной земле Украины. От этого мы отошли от попыток исказить православие, суть его. И это дает нам очень много, это для нас не только палитра радости, но и очень много вопросов. И вопросы к себе. Сейчас очень привычно, конечно, любой говорит о том, что вот, спасибо России, мы все время показываем это правильно, вот, приехал конвой, привезли то-то, дали то-то, ребята там сделали то-то, спасибо, спасибо, спасибо России. Но я, такая аналогия с семьей обычно, когда хочешь глубже понять какое-то событие, проведи аналогию с семьей, потому что семья это микрокосм всего общества и всей истории. Вот если отношение сына и матери, сын где-то был, получал образование, вот он возвратился к матери, конечно, мать сердца материнское и накормит, и обогреет, и погладит, и позаботится о здоровье, и так далее, и так далее. И сын об этом, конечно, будет говорить, но рано или поздно для сына возникнет вопрос, а что я для матери сделал? Вот, что мы, каждый из нас, вхождение нас в Россию, в пространство России, культурное, экономическое, религиозное, политическое вхождение нас, каждого из нас в это пространство, накладывает на нас, не только дает на возможность ожидать чего-то от... Да, в процессе ожидания, да. Но и накладывает на нас обязанность, каждого человека, что сделать для укрепления нашей теперь великой Родины. И это касается всех. Я вам скажу так, вот, допустим, немощный человек лежит на кровати уже несколько месяцев не поднимается, тяжело болен. Может ли он что-нибудь сделать для России, для тех солдат, которые ну, скажут, ну, что вы. А я вам скажу, да, может. Каждый человек, если хотя бы раз в день скажет, Господи, помоги нашим солдатам победить в этой жестокой войне, это молитва и есть помощь. и я вам скажу, не менее великая, чем помощь с оружием в руках каждого. А мы наблюдаем вот в храме люди заходят, поставил свечечку или поставил записочку, отдал, что вот помяните и все. Ну, ты поставил свечечку, написал записку, ну, ты стань перед алтарем на колени и лично попроси Господа, помоги, сохрани жизнь ребят, защищающих нас, помоги одержать победу. Каждая такая молитва и есть настоящая, практическая, говоря философским языком, вхождение, реальное вхождение в реальное пространство. Это и есть русскому повернуться лицом к России. Красиво. Владимир Данилович, особенность, почему так происходит, это особенность того, что многие-многие годы все переходило через материальное. Первое, что меня спросили, а как там с границей? Я такую метафору скажу, знаете, говорю, что птицы России летят по России, и у них нет границ. Вы просто в небо посмотрите. А вы тут про границу. Ну, бог с ней с границ, не будет границ. То, что там ты сможешь провести какое-то количество алкоголя, ну да, но не в этом-то суть. Суть в том, что вы как раз взяли очень важный, на мой взгляд, такой камертон высокий. Это вот почему так происходит? Это не в осуждении не в осуждении. данность. Но надо понимать причины, почему так произошло. Многие говорят, что вот советская власть, церковь, дело не столько в этом. В советское время была идеология. Идеология какая? идеология, которая давала возможность говорить о дружбе народов. Потому что было понятие советский народ. Это и армяне, и грузины, и греки, и русские, и украинцы. И ни у кого не возникало проблемы какого-то особого отношения к какой-то нации. Но сегодня кстати 7 числа в 1967 году была принята конституция, которую называют Брежневской конституцией. Да. октября 1997 года. 1997 года. Так вот в этой конституции впервые была записана статья, дающая право на отделение союзных республик от государства, от Советского Союза. Это была заложена бомба, я так думаю, не Брежнева, а той либеральной частью элиты, советской элиты, которая уже закладывала мины замедленного действия, и вот они и взорвались. А элита эта, вот либеральная, она появилась начиная с 22-го съезда партии, когда вдруг выдвинут был должен догоним и перегоним Америку по мясу и молоку. Значит, вот поставьте себе идеал, ради которого жила советская страна, коммунизм, это свобода, равенство и братство всех людей, а вместо него заменили мясом и молоком. И это не магазин. Вот так, да? Вот так, да? И с этого все потихоньку, потихоньку пошло. Поэтому выработалось потребительское отношение к жизни. У людей оно вошло вплоть и в кровь. И мы везде пользуемся штампом или методикой посещения магазинов. Церковь приходит, ну как же, господи, я тебе поставил свечку, я тебе рубль положил, штаты. А вы правы, это везде практически. У нас вот эта модель. И даже сейчас, входя в, войдя в Россию, став частью России, мы так или иначе, прямо или подспудно говорим, а что нам это даст? Это не главное. Главное, что ты дашь этого. что жизнь каждого человека дается с трудом. Помните, как заклялась сталь? Кстати, произведение, которое Украина сразу вычеркнула. Вот. А вот заканчивается, значит, жизнь человека дается один раз и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. А потребительское отношение это бесцельно прожитые годы. Потому что, ну, у тебя яхта, ну, у тебя 10 яхт, ну, у тебя замок грязи, ну, и что из этого? Где теперь, что осталось непонятно из этого? Или замок, или грязь осталась? Да, да. Вот. А когда ты высокими помыслами живешь, ты душу свою выпускаешь из плена, из плена вот потребительства. В магазине, в магазине душа закована в ценники, цены. А когда ты начинаешь думать о высоких, о стране, о народе, о своей долге перед страной, перед народом, тогда душа выходит на простор. И тогда у тебя появляются новые, великие высоты. Здорово. Я единственное, что дополню, и надо спешить жить. Да, да. Приходите к нам еще, приходите к нам еще, потому что очень такой разговор получается интересный, для того, чтобы мы задумались, для чего мы вообще, для чего я вообще, для что я, куда я должен стремиться, что должен сделать. Спасибо большое. Владимир Данилович Исаев был в нашем эфире, в прямом эфире в режиме реального времени. Друзья, мы сейчас сделаем паузу и обязательно продолжим. Дальше будем вас информировать о том, что происходит в мире. Продолжение следует...